Итак, Леночка, скажи, пожалуйста, пару слов о том, насколько тебе интересен этот вообще вот перформанс. Слушай, вот он вообще, у тебя есть девушка? Конечно же, у меня есть девушка, я люблю ее трахать, я люблю вообще заниматься с ней. Ахурики, ахурики, вот так вот ты меня обнимаешь. Я? Ну, на самом деле, на самом деле... Ну, твоя девушка, может, не будет против, но мой мужчина будет против. Хорошо, давай я уберу руку. Это ничего не будет, тебе может... Отличненько, Леночка, скажи, пожалуйста, насколько тебе интересен весь вот этот вот перформанс, весь вот этот вот беспредел, насколько ты заинтересована в этом и что ты скажешь... Да, какой перформанс? Перформанс, я думаю, что мы с тобой знаем об этом не хуже, чем любой, как кто-то другой. Ну, просто неопределение, можно сказать? Перформанс, я думаю, что это такая вещь, которая на самом деле, которая на самом деле является... Да, посоведине микрофон, короче, блядь. Вот так вот. Давай. Ха! Вот это... Леночка. Это ты сам как-нибудь... Давайте, ребят, поехали. Да нет, ты давай микрофон едет, когда она говорит, давай, чтобы он слышал на микрофон. Ты руку вообще раздать? Хорошо, хорошо. Я только загадки потерял. Да нафиг мне загадки, я сейчас свои загадки загадаю такие, чтобы... Поехали. Поехали. Лен, скажи, пожалуйста. Слушай, вот у меня микрофон, давай, когда я говорю. Ты так близко ко мне передвигаешься, что ты нарушаешь мою вообще зону комфорта. На самом деле, далеко не секрет для всех, что я на самом деле... Всех нарушаю зону комфорта, да? Я на самом деле наравне с многомиллионной публикой, которые хотят тебя, на самом деле. Я присоединяюсь с удовольствием к этой компании. Надо бы так на меня надвигаться? Ну, конечно же. Если мне выдался такой момент, я хочу это сделать. Такой момент. В том-то и делать, я не выдалась такой момент. Не надо на меня так надвигаться. Все нормально. А Леночка... Подвиньтесь, если захочу. А Леночка, скажи, пожалуйста, вот как ты характеризуешь вот эту вот всю атмосферу, вот эту всю тусовку, и что ты думаешь по этому поводу? Тусовка суперская. У Оли Моцик день рождения. Вот нормальный ты парень, роняешь пепел на диван, отлично. Вот это мне в этой тусовке не нравится, что есть парни, которые напиваются, роняют пепел на диван, курят при девушках, дымяем в лицо. Но на самом деле ты хороший парень, у тебя очень красивые зеленые глаза. Какого ли эмоций голубые? Мне все нравится, все клево. На самом деле, Леночка... На самом деле, Лен, после того, как я был на телепроекте «Дом-2», так же, как и была там ты, в свою очередь, я на самом деле получил нереальное бабло и потратил его на свою гребаную улыбочку. То есть я вставил себе зубы нереальные, и поэтому я сейчас этим горжусь. Мне больше нечем гордиться, кроме того, как гордиться своим членом и своей уникальной улыбкой. А ты чем гордишься, в свою очередь? Член тоже ставил. Чем? Член тоже ставил. Еще раз, пожалуйста. Зубы ставил, член вставил. Есть чем гордиться, да? Леночка, на самом деле, я считаю, что если бы я на самом деле был немножечко нетрадиционной ориентацией, на самом деле, я бы в первую очередь раздавал направо-налево всем ребятам. Как ты считаешь, с точки зрения твоей девичьей позиции? Слышь, чувак, ты меня вообще слышишь или вообще мои ответы ты слышишь, нет? Ну, конечно. Да? Я не уверена. Скажи, пожалуйста, вот если ты выходишь в массы, если ты выходишь в народ, готова ли ты раздать людям, которые требуют от тебя того, чего они требуют, того, чего они хотят, готова ли ты раздать это им? Я вообще-то не выхожу в массы, в отличие от тебя. Я не увеличиваю член, я ничего себе не увеличиваю, у меня все нормально, я здоровый человек, чтобы что-то себе увеличивать, чтобы вставлять себе зубы, чтобы вставлять себе член. Ленка, на самом деле ты являешься моим кумиром, далеко это не секрет, я скачал по интернету все видеоролики с тобой, и далеко не секрет, что я занимаюсь анонизмом, я не скрываю этого, я готов заниматься анонизмом только исключительно тебя. Я не слышу! Хорошо, а как ты считаешь, если парень анонирует на тебя, что ты испытываешь в этом случае? Я не слышу нихуя! Понятно? Я говорю тебе, что если парень исключительно дрочит на тебя, что ты испытываешь в это время? Леночка, скажи, пожалуйста, вот ты пришла... Хорошо, посмотри, Лен, вот ты пришла на... Лен... Леночка! Давай сюда! Давай по-настоящему! Ребята, мы прерываемся на небольшую паузу, именно исключительно потому, что нас ни хера не слышно, потому что здесь рубит нереальная музыка. А, Борис, непонятно что, вот такую музыку, мне нихуя не слышно! Нас исключительно заполняет вот эта вот музыка, нас рубит многочисленные киловатты вот этой вот музыки, поэтому я предлагаю съемочной группе, предлагаю всем руководствам, которые запланированно назначили эту встречу с Еленой Берковой, с этой девушкой, который на самом деле... у которой на самом деле являются все кассеты с ее видеозаписями. У меня исключительно на полочке в той квартире, где я на самом деле снимаю сейчас ее. Мне кажется, что нам нужно просто переключиться немножечко на другую позицию в сектор Б, мне кажется, там будет неплохо слышно. Леночка, если ты думаешь, что я от тебя оделся, напрасно ты это думаешь! Леночка, на самом деле сейчас поступило эксклюзивное предложение о том, как нам с тобой, допустим, передислоцироваться с точки А на точку Б. Не плюйся! Для начала, для того, чтобы дистанцироваться вообще как-нибудь со мной, для начала не плюйся, вот причешись хотя бы, не носи шапочку. Я не люблю рыжий цвет волос. Скажи, пожалуйста, какой размер твоей груди? Слушай, вот я думаю, точно не как твой находящий, чуть ли не твои вставленные зубы. Еще раз задаю вопрос, а какой размер твоей груди, пожалуйста? Я думаю, поменьше, чем твой накачанный человек, твои вставленные зубы. А ты знаешь, на самом деле, я думаю, что твой размер груди настолько великолепен, что любой чувак, на самом деле, который проживает в нашей стране, он с удовольствием бы представил себе, на самом деле, как было бы неплохо засунуть между этих грудей. Дурак! Вот ты мочишь, ты вообще не слышишь, что я отвечаю! На самом деле, далеко не секрет, что я являюсь анонистом номер number one. Только из этого one-то пора выходить, чтобы ты повзрослеть выглядишь. На самом деле, я действительно являюсь анонистом номер один в нашей стране. Я с удовольствием дрочу на тебя, и скажи, пожалуйста, какое отношение у тебя... Но ты не на меня дрочишь, ты на телевизор дрочишь, чувак. Скажи, пожалуйста, какое отношение у тебя на то, что молодые люди дрочат на тебя? Слышь ты, чувак, блядь, дрочат не на меня, дрочат на кассеты. Дай ему брыло. Так, сейчас дам, блядь. Дай, дай, дай. Еще раз не скажешь, что дрочат на меня? Прям к камеру дай. Слышь ты. Скажи, пожалуйста, вот, ты думаешь, что... Охуительные чуваки, которые дрочат, но только не на меня? Дорогой, все у тебя будет хорошо. Живи пока. Спасибо, я, несомненно, знал, что у меня все будет круто. На самом деле, без твоей поддержки у меня ни хера не будет круто. Если ты меня поддержишь в плане... Не хуевые вопросы, мне не нравится, когда так разговаривают. Леночка, Леночка, если ты меня действительно поддержишь в плане того, что... Помоги мне устроиться в плане шоу-бизнеса.